привет сегодня я хочу рассказать про горы наверное все знают что горы были образованы ну там в результате смещения пластов земли там всяких разных теорий многие много есть еще такие кто-то срезал верхушку гор я принципе во все это трудом верю даже не верю потому что я знаю как были образованы горы потому что горы были образованы под водой когда взрывается вулкан подводный вулкан от нее выходит лава то есть плавленый металл плавленый камень и этот камень она выходит под водой и сразу же остывает и когда таким образом лава все поднимается выше и выше и таким образом под водой растет гора а на поверхности воды она уже не может подняться потому что вода него не может быть меньше гор то есть гора она не не может быть выше воды и сейчас я покажу вам доказательства того что горы были под водами под подводами после делайте свои выводы священное писание перевод нового мира псалом 104 ты строишь свои верхние комнаты на водах это стихи 3 солом 104 то есть строишь свои верхние комнаты на водах теперь переворачиваем страницу и в тринадцатом стихе смотрим он урушает горы из своих верхних комнат то есть горы урушается на водах и здесь говорится ты строишь свои верхние комнаты на водах а тут говорится он урушает горы из своих верхних комнат то есть горы урушается в водах ты покрыл ее глубокими водами словно одеждой и воды стояли над горами то есть вода была настолько глубоко что горы были под водами от твоего приказания они побежали от раскатов твоего грома они в панике бросились бежать на то место которые ты приготовил для них горы поднялись долины опустились ты положил водам предел который им не перейти чтобы они уже не покрывали землю здесь говорится что гор были подводами вот и воды стояли над горами но от твоего приказания они побежали от раскатов твоего грома то есть с помощью грома и молнии его сделал так чтобы воды уже не покрывали горы то есть и здесь ясно говорится что горы были под водой и почему гора не могла подняться выше выше воды а потому что лава раскаленная лава которые выходят раскаленная лава которые выходят под водой она быстро остывает и так превращается в камень и поэтому она быстро растет вверх но когда она достигает на поверхность воды она уже не может подняться вверх и падает глубь океана так превращается вулкан в огромную гору которые появляются именно под водой воды стояли над горами то есть мы поняли из слова бога что именно горы росли росли только под океаном и с помощью молний они были вода пошла на приготовленные ли их место на то место которое ты приготовил для них то есть с помощью раскатов молнии вода привела превратилась в атмосферу озон озоновую и водородные в книге бытие здесь говорится о но и через семь дней воды потопа хлынули на землю воды поднялись так высоко над землей что покрыли все высокие горы которые были под небесами на пятнадцать локтей поднялись над ними воды и горы оказались покрытыми то есть во время потопа во времена ноя все горы включая горы эверест и самые высокие горы на планете все они на пятнадцать локтей оказались под водой это еще одно подтверждение того что горы были образованы не в результате смещения пластов земли а в результате вулкана и здесь еще говорится хлынули воды значит когда начался потоп вся эта вода она смывала вот берега и так образовывались новые новые горы таким образом некоторые горы они образовывались с помощью вулкана а некоторые воды некоторые горы образовывались в результате потопа и вот когда вода поднялась высоко а потом обратно начала спускаться и когда она начала спускаться она тоже опять начала этот смывать все вокруг потому что это огромная вода содержащая камень песок все она смывает берега и таким образом появились новые горы ранее которых еще не было а все остальные горы из-за потопа они пошли подводы поэтому когда образовывались новые горы там не было воды как сейчас вот сейчас допустим вот столько воды а тогда во времена до потопа воды было намного меньше и поэтому новая гора могла образовываться только до уровня воды и сейчас все эти горы пошли подводы поэтому именно в дне океана мы видим горы у которых нет верха и как будто верхушка этой игры срезана это именно в то время были образованы эти горы когда вода уже была вот такой маленькой а куда ушли все эти воды сейчас эти воды ушли под землю потому что когда вода упала вот до такого состояния здесь тоже взрывались вулканы ну высоте где не было воды и когда взрывались вулканы тут образовывались такие большие дырки большие дырки вулканические дырки и через эти дырки все воды потопа ушли под воду через эти вулканические дырки и и поэтому сейчас вся вода ушла под землю и мы как бы сейчас живем на полу затопленной земле то есть наша земля некоторая часть все все же остается под водой и если мы восстановим каменный уголь то вода снизится и у нас появится новые земли вот горы которые были все они появятся вновь и еще вода будет убывать и поднимется земля новая земля и земли очень станет очень много и всем будет хватать земли и никто не будет воевать из-за нехватки земель вот теперь прочитаем псалом восемнадцатая глава основание гор пришли в движение и дрожали от его гнева дым исходил из его ноздрей и сего уст все пожирающий огонь это вулкан и горящие угли разлетались от него он наклонил небеса и сошел и густой густой мрак был у него под ногами вот здесь густой мрак то есть в таком мрак и растения не могли расти но на самом деле именно в таком мрак и росли растения потому что если не было бы такого густого мрака то все растения бы умерли из-за ультрафиолетовой радиации он воссел на хоревима и полетел понес и на крыльях духа он сделал тьму своим укрытием вокруг него как шатер были темные воды густые облака вот сияние перед ним двигались его облака сыпался град и горящие угли и огова прогремел на небесах всевышний подал свой голос обрушил град и горящие угли он пускал стрелы чтобы рассеять их и металл молнии чтобы привести их смятение обнаружились русло потоков и открылись основание земли то есть опять русло потоков обнажились то есть вода опять ушла и горы поднялись здесь опять же говорится он пускал стрелы волок в овакууме мы читали что он пускал стрелы огненные а здесь говорится пускал стрелы и мы видим что все это происходило в темноте а в темноте эти стрелы как бы светились то есть энергия молнии выходила и как мы знаем что каменный уголь это изолятор молнии и здесь мы опять же видим угли сыпался град и горящие угли то есть здесь были образованы образован каменный уголь потому что все это происходило когда дым исходил из его ноздрей то есть во время вулкана вот вулкан именно создает каменный уголь а каменный уголь это изолятор молнии энергия которая распространяется над каменным углем она выходит от растительных стрел вот он пускал стрелы то есть эти растительные стрелы мы находим в кусках каменного угля то есть растительность есть в каменных углях вот эти иголки эти стрелы и это и есть растения с помощью молнии он превращал океанические воды в зоновый слой зоновый и водородный слой впоследствии при горении озона и водорода все обратно вода обратно упала на землю как дождь и воды потопа после чего вся эта вода ушла под землю поэтому мы сейчас не видим столько воды столько высотой горы высотой до небес то есть воды стояли выше чем ну допустим гора эверест еще прочитаем псалом 77 17 глава тучи с крохотом пролили воды облачное небо издало рокот здесь и там стали летать твои стрелы обратите внимание здесь и там стали летать твои стрелы твой гром был как гром колесничных колес молнии осветили землю вот молнии и стрелы то есть эти стрелы именно растительные стрелы допустим кактус хвойные деревья лиственные деревья все эти травы допустим кактус все они имеют стрелы маленькие иголки это в библии называется стрелы вот с помощью этих стрел и энергии молнии вот воды видели тебя боже воды видели тебя их охватили сильные муки то есть вода с помощью всего этого превращается в озоновый слой и водородный слой здесь еще говорится твои следы остались не узнанными то есть об этом люди не узнали и так сегодня мы узнали что горы были образованы именно под водой и как все вся эта вода ушла и куда она делась теперь вы все это знаете спасибо за внимание